Всем здарова народ, с вами Варчик. Как обычно черный рынок в World of Tanks заставляет комьюнити танкистов бурлить максимально. И черный рынок 2021 года не исключение, танкисты снова начали шевелить своими лапками, думать что им покупать, что не покупать, что же там нас ждет. Как обычно появились уже сливы в первый же день, все слито. Всем интересно, есть ли там что-то стоящее и многие накопили кучу серебра, а некоторые даже и голды. На Вотэкспресс появился набор танчиков, которые будут продаваться на черном рынке. Так вот, в этом видео я вам расскажу, про каждый из этих танков, стоит его брать или нет. Ну и сразу совет про черный рынок. Если вы что-то на нем берете, если это аукцион, не ставьте целое число. 4 тысячи, 5, 6, 7 и так далее. Последние несколько нулей поменяйте на любые цифры. Если вы последние пару нулей измените на любые другие числа, то вы будете автоматически выше тех, кто поставит целое число. А целое число ставят почти все. Потому что танкисты непробиваемые, и вы будете выше них, даже если измените хотя бы один последний нолик. Потому что огромное количество людей просто ставят целое число, без задней мысли, что это аукцион и вам нужно быть выше, чем остальные. Ну и также еще от меня совет. Не покупайте премтанки слишком дорого. Потому что вы вообще задумывались, сколько вам времени понадобится, чтобы потом на этом танке отфармить это серебро. Есть такие числа, которые вы не отфармите вообще за все время, сколько картошка существует. Это серебро на танке, который вы взяли. Поэтому слишком дорого брать смысла нет. Итак, теперь поехали по танчикам. Первый день у нас ТЛ-1ЛПЦ. В принципе, про него советы уже смысла давать нету, потому что это было вчера. Но в целом это и не важно, поскольку танк в принципе не нужен. Как фармер он не подходит из-за того, что пробитие не особо фонтан при кривом орудии. То есть мало того, что попасть тяжело, а если попал, не факт, что пробьешь. Поэтому фармить серебро на нем крайне тяжело. Да и как имба, он не имба. Он слабоват и не фармит серебро. Поэтому зачем он вам нужен, непонятно. На нем можно разве что потеть на голде, ничего не фармить. И даже на голде не особо-то приятно играть. Поэтому этот танк не нужен ни для чего. Следующий танчик Progetto M35 Mod46. Итальянский прем-СТ восьмого левела. Это один из лучших танков до сих пор в игре. На него до сих пор одна из самых высоких планок на три отметки. Он удобный, приятный, классный. Но это танк поддержки, он ватный. Он должен кататься по карте и заниматься только тем, что искать место, где бы бесплатно настрелять. А настрелять он может, потому что великолепная стабилизация. Обычное пробитие как для СТ восьмого левела 212. Ну и маленькая альфа по нынешним меркам 240. Но зато барабан, который еще и сам заряжается. Плюс хорошая мобильность, УВН, удобный, быстрый, хороший танк. Забегая наперед, скажу, что это один из самых сильных прем-танков, который будет на этом черном рынке. Опять же, слишком много за него серебра давать я не вижу смысла, если он будет за серебро. Но это один из самых годных танков на черном рынке. Следующий А50ТП прототип. Этот танк простой, как дубина. На нем выезжаешь, стреляешь, даешь альфу, если попал и пробил. Пробитие на нем не слишком большое, но точность неплохая, хотя стабилизация ужасная. Броня у танка тоже не очень, корпус просто дыра. Башня находится по центру танка, играть на нем не слишком удобно. Единственное, чем он может танковать, это от башни. Но сыграть от башни неудобно, потому что башня посередине и корпус здоровенный, как корабль. На нем просто нужно ездить и стрелять. Танковать на нем не получится толком. Давить или сдерживать врагов тоже. Нужно безопасно накидывать урон. Больше он не может ничего. Это не лютый фармер, не имба. Просто обычный нормальный простой танк. Он получше, чем какой-нибудь там ТЛ-1 ЛПЦ. Получше многих слабых премтанков. Получше старых премтанков. Но хуже имбовых. Какой-то прям необходимости в нем нету. Но если вы его возьмете и вам нравится тяжи с альфой, вы в принципе особо не пожалеете. Но играть на нем не так уж и легко. Он вообще не про броню. Он только может стрелять и ездить. В принципе, очень редко танковать башней. Больше ничего. И кстати, у меня на канале есть плейлист «Гайд после трех отметок». И практически все премтанки, которые тут есть с восьмого уровня, все там есть. Можете открыть и посмотреть. Дальше идет у нас какой-то Aufklärung Panzer, Pantera, Германия, ЛТ седьмого уровня. Про этот танк в принципе ничего неизвестно, не понятно. Это видимо какой-то там толстопарт, который когда-то вывели давно из игры. Теперь его перевели на седьмой уровень. На сайтах параметры у него какие-то старые. На сайте World of Tanks его вообще нет. Чего про этот танк думать я не знаю. Даже непонятно какие у него параметры. Но в целом ЛТ в этой игре ну такое себе. Шансов, что он будет нормальный около нуля. Skoda T27, Чехословакия, СТ восьмого уровня, премиумный. Этот танчик далеко не имба, фармить на нем тяжело и играется он так себе. На нем неудобно. Поскольку орудие не опускается, он медленно поворачивается, он большой. На нем играть неудобно. Пробитие чуть ниже среднего. Единственная его фишка в том, что очень быстро заряжается барабан. Как внутри, так и общий. Но реализовать этот барабан крайне тяжело. Этот танчик нужен далеко не для фарма. Он вообще не подходит для новичков. И в принципе нужен только для старичков, для разнообразия, чтобы попытаться реализовать свой скилл. Больше на нем делать нечего. Следующая WZ-111 KELIN, китай ТТ-10 акционный. Это просто WZ-111 5A в красивой новой 3D модельке. С какими-то там дракончиками. Пыщ-пыщ, траля-ля. Предположительно, оно будет стоить 20 с чем-то тысяч голды, насколько я видел. Так это или нет, я не знаю. Зачем это покупать, я не представляю. 10 уровень сейчас играется крайне весело. Кому нравится, пусть на них дальше играют. Кому не нравится, те и так понимают, что не нравится. Зачем за это платить деньги, я не знаю. Единственная причина, это нечего делать с голдой в игре. Если ее очень много после новогодних коробок, ее просто некуда сувать. Если у вас там уже прям аккаунтов на годы вперед, если у вас уже все в игре выкачано, все прям танки есть, что делать с голдой в игре? Тратить куда есть. Это видимо единственное место куда есть, вот покупать такое. Но зачем оно надо, вообще незачем. 3D стиль Нимермер на Е50 Аус-М. Германия СТ-10 прокачиваемый. Опять же, кастомизация на не особо популярный танк. Многие после девятки вообще дальше даже не идут. А некоторые даже и не брались за этот танк, зачем он им нужен. Кто это купит, ну, сомневаюсь, что это нужно многим. Скорее нет. Следующий танчик СОМ-СМ. Франция ТТ-8 Прем. Очень годный танк. Один из сильнейших. Немножко не дотягивает до самых сильных премтанков. Он очень крутой, если на него поставить турбонагнетатель. Без него танчик явно не успевает по бою. Но с турбонагнетателем он успевает. Очень классный крутой барабан. Большой, быстро перезаряжается, удобно его раздавать. Единственное, что у танка с броней проблемы. Ваша задача наносить урон. Не танковать. Просто ездить. Искать удобные моменты для раздачи барабана. И уходить в укрытие. И быстро возвращаться снова на раздачу барабана. Все. Умеете следить за боем. Любите барабанные танки. Это оно. Кромвель Б. Великобритания. СТ-6 прем. Абсолютно непонятно, зачем в 2021 году этот танк. Я не любитель песка. Но очень давно когда-то взял на этом три отметки. Зачем, не понимаю. Особо я серебро там не фармил. Играть на нем неприятно. Очень кривущая пушка. Стреляет быстро. Но криво стабилизации нет вообще. Танк быстро ездит. Может с тарана там что-то дамажить. Ватные какие-нибудь танчики. Но в целом он очень некомфортный по стрельбе. Есть танчики поинтереснее. Но любители песка сами разберутся надо им это или нет. Следующий танчик это какой-то там Британь Пантера. Тоже Франция СТ-6. Большой какой-то сарайчик. Такая пантерка французская. Почему бы и нет. Обычная там пушечка плюс-минус удобненькая. Ездит там что-то этот коробочек стреляет. Я на нем чуть-чуть попробовал поиграть. Не люблю я песок. Обычный танк как по мне не знаю. М54 Ренегат. Американский ТТ-8 прем. Я думал что после прожета ничего в игре не появится. Что будет комфортнее, приятнее и интереснее. Где я буду отдыхать и кайфовать. Но после того как я после марафона получил Ренегат. И я офигел. Я настолько на нем вообще расслабился. Что я снял доп. паек. Я практически убрал голду. Я вообще танк практически никак не снабдил ресурсами в бой. И при этом ты просто на нем в стрельбе кайфуешь и отдыхаешь. Великолепнейшая стабилизация. Хорошее пробитие. Альфа. ДПМ. Огромный обзор. Ты всегда стреляешь по своему засвету. Фармит танк овер много. Лучше чем этот танк. Наверное не фармит никто. Среди новых премтанков. Так еще и результат делается крайне легко. Да, есть лючок на голове. Да, этот танк не так уж сложно пробить. Но лоб башни в принципе бронированный. Можно немножко рамбовать. Конечно у него можно пробить черкачом двигатель когда рамбуешь. С нюансами броня. Он не особо про броню, но на нем можно извернуться, чтобы немного потанковать. Но он про нанесение урона и кайф. Когда ты просто отдыхаешь. И при этом еще и делаешь большой результат. Это наверное один из самых любимых моих премтанков. Который еще столько серебра приносит. Что ты даже не понимаешь куда его столько. А он его легко приносит и приносит. ИС-3 СМЗ. Это наверное единственный премтанк. Которого у меня нет. У него вроде как кривая пушка. По броне там непонятно. Вроде корпус от ИС-3. И какой то там у него механизм до зарядки. Если это ведро будут продавать на черном рынке. И я не забуду что черный рынок существует. Я может быть постараюсь зайти и взять это ведро. Просто чтобы показать вам и сделать стрим. Если не получится. Ну не судьба. Но я ни разу не слышал чтобы кто то говорил что этот танк имба или говно. У меня такое ощущение что он куда то пропадает. ИС-2 Берлин. Это просто обычный ИС седьмого левела. Но премиумный. На нем когда я последний раз играл год назад. Два я не помню. Давно. Очень высокая планка в Н8 была. И как ты не старайся. Ты на нем только сливаешь в Н8. А так это просто обычный ИС. Который слеповат. Не особо бронированный. Кривая пушка с альфой. Кому это сейчас интересно поиграть. Сложно сказать. Не понимаю зачем этот танк и кому он нужен. Я бы на такое не тратился. АМХ-50 ФОЖ-155. Франция ПТ-10 акционная. Это тот чмош которого вывели. И вместо него добавили другой чмош. Этот чмош с тремя снарядами и большой альфой. А добавили чмош с кучей снарядов и маленькой альфой. Вот и вся разница. А так это два ведра. У которых есть броня во лбу. Но сверху такая вот люстра интересная. Которая легко пробивается. По итогу брони можно считать что нет. Потому что все в эту люстру кидают. И пробивают. По сути ФОЖ это такая зараза. Которая вам иногда нравится как противник. Когда вы ей легко напихиваете в лючок. И очень сильно не нравится. Когда она неожиданно заезжает. И раздает барабан. То есть вся суть тут в том. Чтобы суметь реализовать орудия. Таким образом чтобы не сдохнуть. Но в рандоме я не видел таких людей. Которые бы могли это реализовать. А я на этом не играл. Поэтому я не знаю хватит ли у вас скилла реализовать это ведро. Но чмашей я в рандоме люблю. Потому что они убиваются легко. А за всю историю сколько я играю в танки. Дай бог если хотя бы один раз. ФОЖ заехал неожиданно мне раздать барабан. Я такого даже не помню. А32 СССР. СТ-4 прем. А32. Что это вообще такое? СТ-4 уровня премиумный советский. Открываю на танковедении. Написано. Точность 0.44. Сведение 2.29. Пробитие. 66. Альфа 110. Галду 98. Удельная мощность 27. 70 км в час едет вперед. Обзор 320. То есть это слепой бешеный тарантас. Который носится и стреляет куда попало. Но не по врагам. Зачем это надо я вообще не понимаю. Кто на этом будет играть. Дай бог вам здоровья и терпения. Т-22 СР. СССР. СТ-10 акционный. Давно этот танчик можно было получить. Он был имбовый. Понерфили в хлам. Превратился он в мусор. Никто на нем никогда не играет. Потом его отчеты на тесте апнули. Во что он превратился сложно сказать. Вот те кто его получат нам и расскажут. Чего они получили. Честно говоря я не понимаю нафиг он нужен. Потому что советских СТ-шек хороших навалом. А то что этот танк превратили снова в хороший. Есть большие сомнения. И даже если он станет хорошим. Обратные ромбики там стабилизацию. ДПМ ему все там накрутят. Он пробивается в маску. Каким бы образом он там не вертелся. Не крутился. Даже если он будет сверх имбовым. Если вы его увидите в рандоме. Стреляйте ему в пушку. В маску. Пусть сосет. Все. Вот такой вот обзор танчиков за черный рынок. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok